Здесь, на подмосковной станции Фрязева, в одном из вагонов электрички, нашли зверски избитую молодую девушку с открытой черепно-мозговой травмой. Пострадавшую 20-летнюю Анну Волкову срочно доставили в центральную городскую больницу электростали. Там через 10 дней она скончалась. Анна, погибшая после жестокого нападения в электричке, была на четвертом месяце беременности. Я не верю, что она выбрала. Я не верю. Я не могу в это поверить, на самом деле. Это она с ребенком, с подругой. У вас, получается, только одна фотография осталась? Да. А своих детей у Анны, ее гражданского мужа, Романа уже никогда не будет. 9 января молодой человек с легким сердцем отпустил свою беременную жену в гости к родителям в Щелковский район Подмосковья. Обратно девушка возвращалась на электричке Москва-Ярославская-Фрязево и на конечной станции собиралась пересесть на поезд до Орехова-Зуева. Когда я ей звонила в электричку, у нее голос был такой прям вот нервный. И вдруг телефон оборвался. На связь Анна так и не вышла. За пять минут до остановки ее ударили по голове тяжелым предметом. Скорее всего, топором. Машинист электропоезда вызвал скорую. Девушка была еще в сознании, но не могла сказать, кто на нее напал. Я другу либо нарековал, либо бабушка. Тоже забрали только продукты. А продукт там был рублей на 300, не больше. Все ценные вещи, мобильный телефон, украшения и деньги преступники не тронули. Найти злодеев пока не удалось. Родные Анны, у которой не было заклятых врагов, теряются в догадках, кто мог так жестоко расправиться с беззащитной беременной женщиной. Может и гражданский муж, может и маньяк. С милицией разговаривали. Они говорят, ну прямого мотива у гражданского мужа, допустим, нет. Ну прямого нет. Но мы же не все знаем. Кто он здесь вот хотел, где судил. Вот. Деток был полы, хотел перестелить. Будущие родители мечтали о сыне, но теперь вместо детской кроватки здесь стоит траурный венок. Мать и отчим Анны прямо сказали Роману, что не хотят видеть его на похоронах. Не могут простить того, что в тот роковой вечер он не сопровождал Аню в дороге. Кристина Пастушкова, Екатерина Квон и Александр Иванов. LifeNews. Редактор субтитров А.Семкин